привет друзья с вами нина и я рада вас приветствовать на своем мастер-классе и в своей творческой мастерской сегодня мы будем плести косичку которая очень украсит вверх подносика вот моем случае все мы любим заплетать косички детям своим сестрам а сегодня мы будем плести косичку на наши плетеночки и я очень надеюсь что она украсит вверх будет изделие смотреться очень хорошо если вы обратили внимание то у меня нету стоечек я их все обрезала потому что это косичка плетется на влажных трубочках на влажных стоечках то есть собственно стоечки мы будем сразу же вставлять и сразу же заплетать идею такой загибки я подсмотрела у братьев коваленко это мастера по плетению из лозы они очень подробно описывают как плести такую косичку показывают рассказывают единственное я немножечко изменю концепцию то есть у них получается что три витка сверху два витка снизу а мы будем делать три витка сверху и три витка снизу то есть так будет более симметрично смотреться косичка ну и какие-то нюансы мы адаптируем под газетные трубочки потому что все же здесь они плетут из лозы здесь свои нюансы но наш материал немножечко имеет свои особенности вот а так этот проект мне очень нравится я надеюсь что наша косичка будет смотреться замечательно так что приступаем к работе трубочки будем вставлять небольшими партиями потому что они очень быстро высыхают а здесь очень важно чтобы лоза была очень гибкая податливая потому что иначе коса будет смотреться некрасиво будет заломами так что обязательно следите чтобы ваши трубочки были очень пластичные будем вставлять вот этим краем который мы склеивали единственное что его нужно будет здесь обрезать чтобы не было склейки видно так что обрезаем под острым углом и обязательно приклеиваем их на полимерный клей нам нужно чтобы эти трубочки очень хорошо зафиксировались потому что когда мы их будем загибать чтобы они не выскочили я приклеила 10 трубочек пока буду в процессе еще добавлять и отдела вот коктейльной трубочки для того чтобы они у меня не подсыхали и дольше оставались влажные еще нужно подготовить две пары трубочек по три потому что сейчас мы будем подставлять и вот резервные трубочки вот сюда и вместо них у нас в конце будут последние трубочки заходить вот значит начинаем с первых трех трубочек укладываем за первую стоечку и эту стоечку опускаем на них вот так вот сверху и сюда у нас будут подставляться по две трубочки будем укладывать параллельно той стоечки которую мы загибали сразу же будем плести достаточно туго чтобы коса красиво смотрелась вот у нас видите уже получается 3 и 3 то есть сейчас будем формировать косу самое главное в начале пути вот здесь не запутаться все аккуратненько сделать а дальше сама коса плетется не так и сложно можно использовать прищепки то есть вот когда здесь укладываем сразу можно эти первые например две трубочки мы можем их сразу вот здесь чтобы они уже никуда не сдвигались следующий этап опять укладываем три трубочки перед второй стоечкой и поверх тех трех которые мы здесь подставляли и опускали то есть и при прижимаем уже 2 стоечкой вот и то же самое рядом у нас будут подставляться две трубочки вот эти трубочки можем тоже вот здесь прищепкой скрепить то есть чтобы у вас эта конструкция зафиксировалась вот таким образом и здесь уже будет гораздо удобнее не нужно будет держать теперь у нас вот сюда уже мы будем заправлять вот первые три стоечки то есть они у нас уже будут подниматься наверх то есть по сути мы уже начинаем плести косу то здесь самое главное вот уже трубочки вот так подтягиваем и заводим их между 3 и 4 сразу же аккуратненько тут и и укладываем вот на этом этапе будьте внимательны то есть сейчас мы должны будем опустить стоечку вот так же как мы делали вот здесь то есть придавливаем вот эти три трубочки но дальше у нас пойдут уже следующим витком не три трубочки а две то есть верхнюю трубочку мы сразу же вот за опущенной стоечкой обрезаем и всегда будем так делать обрезаем ее прямо вровень с вот этой стоечкой вот и сюда подставляем еще две пары также как мы вот здесь подставляли две пары трубочек это уже будут последние две пары которые мы подставляем почему мы здесь оставляем две потому что сейчас когда мы будем ее заводить вперед у нас все время будет опускаться вот эта стоечка у нас . всегда опускается естественно у нас потому получается здесь ну три трубочки вот видите так получается вырисовывается косичка то есть три витка сверху 3 снизу 3 сверху и так далее вот сейчас когда мы уже подставили последние две пары трубочек то дальше уже мы просто плетем то то есть у нас вот эти три трубочки они идут поверх этих тут также вот поднимаем делаем изгиб и уводим назад после сразу формируем потому что здесь если будут заломы то будет коса некрасиво вот сразу сформировали опустили стоечку и верхнюю обрезаем сюда можно еще капать клей ну чтобы она не выскочила но если вы плетете плотно то она не должна выскакивать потому что здесь она опущенной стоечкой очень плотненько прижимается и уже на этом этапе у нас уже вот эти задние трубочки пойдут сюда параллельно с опущенной стоечкой все теперь уже плетем сейчас еще буду показывать чтобы вы смогли запомнить то есть вот эти три также поднимаем заводим между двумя стоечками сразу виточек укладываем красиво подтягиваем опускаем стоечку и верхнюю сразу обрезаем и теперь задние две стоечки выводим вперед сразу опущенную стоечку здесь прижимаем чтобы она смотрелась параллельно с двумя остальными и и вот смотрите какая коса получается принципе здесь ее пока она влажная надо будет пройти и поправить вот у нас правая трубочка посмотрите какая маленькая то есть получается 8 стоечек проходит одна трубочка вот когда вот на этом этапе вы уже будете заводить вот эти три трубочки наверх то вот эта трубочка она уже видите вот какая маленькая то есть вы уже не перепутаете уже будете понимать что ее надо обрезать и вот здесь мы опускаем и вот маленький кончик вот этот уже обрезаем и так будет дальше все время сейчас я буду еще здесь подставлять стоечки примерно еще 10 штук и буду уже продолжать плести дальше вот в этом месте чтобы здесь ничего не сдвинулось тоже можно вот так прищепкой зацепить и на эти трубочки есть чтобы они не высохли можно одеть коктейльные трубочки может случиться такая ситуация когда вот эта трубочка которая должна заходить наверх но здесь коротенько получается нужно будет ее нарастить то есть чтобы соединение попала за вот этими стоечками то есть мы так аккуратненько возвращаемся приподнимаем и эту трубочку вот смотрим где она будет прятаться обрезаем и там внизу ее соединяем а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все-таки можно избежать этого, они остаются влажными Музыка Здесь вот последний виток То есть за последнюю стоечку так вот еще аккуратно заводим Уже можно коктейльные трубочки убрать Музыка Следующий шаг это будут уже вот эти трубочки Они уже должны пойти вот сюда на место первых трех Музыка Так, все, первый виток готов Эти уже идут на место вот этих трех Музыка Здесь все поправляем Способов как заправлять трубочки здесь несколько У меня просто вот эти трубочки я их вниз заправила Они у меня немножечко помялись И, ну, вообще можно было их оставить Вот эти трубки обрезать Которые вот сюда пришли Здесь можно их обрезать Вот в этих местах И, ну, заправить вот эти вообще вниз туда Вот Но я буду сейчас вот здесь обрезать Вот в этом месте И вот эти трубочки у меня хорошие Я сюда просто их заправлю Самое главное спрятать соединения за тремя стоечками Либо за этими, либо за этими Мы будем вот за этими сейчас прятать Также вот эту нужно обрезать обязательно маленькую Теперь нужно будет вот эти трубочки замерить Вот так вот берем Укладываем их Смотрим Вот они где-то вот здесь Вот в этом месте спрячутся Обрезаем аккуратненько И туда под трубочки будем их заводить И то же самое вот эти То же самое вот здесь И третье В общем, все делаем аналогично Здесь теперь расширяем пространство Чтобы трубочки туда вошли И начинаем приклеивать Обязательно сюда клея капаем Субтитры создавал DimaTorzok Все окончание готово Здесь еще все прижимаем, поправляем И нужно будет пройти еще всю косу Сейчас поправить, выровнять Ну все, загибка готова Я ее постаралась выровнять Вот так теперь она смотрится Очень украшает вверх подносика Вот так получается с внутренней стороны Здесь тоже виточек к виточку Очень хорошо смотрится Самое главное следите за тем, чтобы между стенками И загибкой не было просветов Тоже плести нужно достаточно плотно И здесь прижимать Вот так смотрится С изнаночной стороны Хотела поблагодарить всех, кто плел вместе со мной Надеюсь, ваша косичка получилась Такой же красивой, оригинальной И вы не побоялись ее попробовать Поэкспериментировать Также благодарна братьям Коваленко за мастер-класс Ссылочку на него я оставлю в описании Также в описании под видео Вы найдете ссылки на мои соцсети Присылайте, пожалуйста, туда свои работы Мне будет очень интересно посмотреть Какая косичка у вас получилась Друзья, если вам понравился этот мастер-класс Пожалуйста, подписывайтесь на канал Ставьте лайк Нажимайте на колокольчик Я хочу пожелать вам всего самого-самого наилучшего И, конечно, творческих успехов! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»